Дорогие друзья, прежде чем начать седьмой выпуск нашей телевикторины «Этот фантастический мир», давайте сверим ваши ответы на вопросы в предыдущей передаче. Ну, вы, конечно, практически все узнали рассказ «Тень минувшего» нашего замечательного советского писателя-фантаста Ивана Ефремова, 75-летний юбилей которого мы отмечаем в этом году. Второй рассказ, и это тоже большинство из вас написало нам правильно, был рассказ американского фантаста Реймонда Джоунса «Уровень шума». Интересные и верные ответы мы получили от Александра Григорчука из Кишинева, Владимира Морозова из Ленинграда, Дмитрия Сергеева из Абакана, Николая Гурдюмова из города Аша Челябинской области, Таркова Юры из Ленинграда, Владимира Козловского из Днепропетровска, Фролова Сергея из города Нарафаминска Московской области и многие другие. А вот это письмо несколько необычно. Я прочту его начало. «Абаканский городской клуб юных любителей фантастики «Центавр» шлет вам горячий сибирский привет. Наш клуб работает с 12 апреля 1981 года, со дня 20-й годовщины полета Юрия Алексеевича Гагарина. Мы провели конкурс на лучший фантастический рассказ. Нашим юным писателям пока трудно тягаться с признанными мастерами фантастики, такими, например, как братья Стругацкие, но у них еще все впереди. Вы часто просите нас, чтобы гостями нашей передачи стали писатели-фантасты. Был у нас на встрече с вами Дмитрий Беленкин, а сегодня, отвечая на многие ваши просьбы и пожелания, у нас в гостях один из замечательных писателей-фантастов, которых мы с вами любим, это Аркадий и Борис Стругацкий. И вот сегодня с нами Аркадий Натанович Стругацкий. Аркадий Натанович, мы очень любим ваше творчество, ваши произведения, и через ваше творчество вас. В этом я присоединяюсь ко всем нашим телезрителям. У нас к вам очень много вопросов и о ваших работах, как вы оцениваете то, что вы написали, о ваших творческих планах, о вашем творческом методе. Но сначала мы хотели бы спросить вас о том, о чем спросили телезрителей во время предыдущей передачи. Скажите, пожалуйста, вот какое ваше мнение, какое соотношение между идеями писателей-фантастов и научными открытиями? Вот, например, большинство читателей, вот письма их, ответило так, что сначала писатель-фантаст это придумывает, создает в своем творчестве, а потом эту идею осуществляют ученые и приводят довольно убедительные примеры. Это гиперболоид инженера Гарина фантастический, за которым последовал вполне реальный лазер. Это, скажем, полет на Луну Жюль Верна фантастический и современные космические полеты. А вот скажите, ответьте на этот вопрос, пожалуйста, вы. Какое же все-таки соотношение между идеями писателя-фантаста и научным открытием? Я думаю, что мировая наука оказалась бы в весьма плачевном состоянии, если бы она рассчитывала на писателей-фантастов. Конечно, мы имеем много, достаточно много интересных примеров вот таких вот совпадений или даже прямых предсказаний. Вот возьмем, например, замечательный рассказ Ивана Антоновича Ефремова «Алмазная труба». Считается так, что Иван Антонович предсказал «Алмазы» в Якутии этим рассказом. Ну, помилуйте, Иван Антонович Ефремов – крупнейший палеонтолог и геолог. А если бы он предсказал это, скажем, в научной статье, а не в рассказе, поскольку он был кроме того, что писатель, кроме того, что ученый, он был писатель, естественно, было для него воплотить свои предположения относительно якунских алмазов в художественной форме, только и всего. А вот, например, в вашем творчестве, это, может быть, даже больше заинтересует наших телезрителей, как у вас идея и научное открытие? Псевдонаучные идеи вы имеете в виду, да? То есть, или псевдонаучные наши, так сказать, идеи, которые имеют место в нашем произведении? Да, совершенно верно. Псевдонаучные идеи в ваших произведениях и научное реальное открытие современности в науке. Вот как у вас есть какая-то связь? Вы знаете, я бы сказал, что мы просто, не будем бояться, грубого слова, паразитируем на научных идеях. Мы не можем согласиться. Ну, хорошо. Используем их, так сказать, в своих интересах. Будем даже, скажем, больше используем в интересах своих и в интересах читателей. Мы должны показать этот мир, мир будущего, верно? Откуда мы будем брать этот самый антурар, всю атрибутику, самодвижущие дороги, роботов, фотонные ракеты и так далее, и так далее. Тогда мы засучиваем рукав и залезаем глубоко, так сказать, в идейную копилку мировой науки. И вытаскиваем оттуда и фотонные ракеты, и кибернетические механизмы. Чуть-чуть немножко подумать, все-таки, так сказать, мы же не безграмотные, десятилетку кончили, а Борис Натанович даже университет. Чуть-чуть подумать от самосовершенствующих кибернетических механизмов, о которых, так сказать, писали ученые, можно сделать шаг и к эмбриомеханике, не существующей науки, о механизмах, которые сами, так сказать, развиваются из какого-то, так сказать, первоначального лица. Имейте в виду белый конус Алоида. Например, вот белый конус Алоида. Ваши замечательный рассказ. Вот. Но мы относимся к этому, понимаете, что он, конечно, потребительский чисто. Мы никогда не ставили перед собой задачу подсказать что-нибудь ученым. Ну, может быть, так сказать, я плохо... Случайное совпадение? Случайное совпадение? Нет. Я даже не о себе хочу сказать. Может быть, во времена Жюль Верна можно было подсказать тогдашним инженерам идею подводных лодок, идею, так сказать, термопары, идею радиоуправляемого вертолета, да еще снабженного истребительным оружием. Сейчас дилетант в науке, как он являюсь я, и даже профессионал, но узкий профессионал в науке, как он является Борис Натальевич Стругацкий, конечно, не могут рассчитывать на то, что подскажут ученым что-нибудь стоящее. Ну, я с вами согласен и не согласен. Потому что, может быть, действительно трудно предсказать, скажем, какую-то микросхему или какие-то вопросы генетики, но вы предсказали все-таки, скажем, вот если взять конкретно космос, полеты в космос, вы все-таки кое-что предсказали. Вот был у вас такой рассказ «Смерть планетчики», где вы показали творчество в космосе. Это такая яростная работа, отказ от бытовых удобств, радость самому простому, что привозит, скажем, инспектор этим ученым. Вот это все повторилось во время нашего полета. И так же, как в вашем рассказе, написанном задолго до нашего полета, ученые в космосе радовались ящику консервов, мы, более того, мы радовались просто черному земному куску хлеба. Хотя, конечно, питания у нас в полете хватало. Или вот возьмите этот, только что мы с вами вспомнили ваш рассказ «Белый конус Илоида». Находясь в космосе, под впечатлением этого рассказа, я искал этот вулкан, фотографировал его из космоса, и с удовольствием подарю вам снимки этого вулкана. Так что все-таки большое, пусть не техническое, но эмоциональное воздействие вы на нас оказываете. Так, Георгий Михайлович, это же совсем другое дело. Это совсем-совсем другое дело. Да, прежде всего, конечно, я благодарю за обещанную фотографию. Вот. А потом предсказать такую ситуацию в космосе, предсказать людей, относящихся с яростью, с горением к своей работе, предсказать случайность, там, или случайную ситуацию, достаточно закономерную, что этим людям не доставили продовольствие, это совсем не то, что предсказать, понимаете, какой-нибудь лазер там, или кольца, скажем, у крупных планет. Но это же важнее. Черную... Лазер ученые придумают, если вы вдохновите их на творчество. Все-таки я должен остаться при прежнемом мнении. Не дело фантастов. Так сказать, давать указания ученым. А в чем, если свое, видите, вот предназначение? Отражение действительности в художественных образах. В частности, действительность. Фантастика? Да. Отражение действительности? Это явное противоречие. Нет. Потому что действительность это есть не только мир вещей, окружающий нас, но и мир наших идей, мир наших мечтаний и мир наших опасений. Ну, а тогда мы пришли к общему. Теперь мы уже из противоречия пришли к согласию. Вот я же тоже об этом сказал. Что это для нас и главное. Наш корреспондент Жирновский Сергей из Двовска даст мне возможность одну приятную процедуру совершить. Вот он прислал вам вот такой подарок. Просьба передать, где вы видите герой всех ваших произведений. А, смотрите-ка, вот. Это Масиб Быков, Поль Гнедых, Малыш, Андрей Т. Ага. Комов, Акимов, Мадрес Комнаедов, смотрите-ка. Да. И, конечно же, наш любимый Горбовский. Любимый Горбовский. Да. Большое спасибо. С удовольствием выполняю вашего читателя. Очень рад, Серёжа. Спасибо большое. Такие лучшие из рисунков у нас уже были в космосе от наших читателей. Я думаю, что эта традиция будет продолжаться во всех наших передачах. Обязательно. Это очень-очень-очень хорошая традиция. Аркадий Натанович, разрешите от имени наших телезрителей поблагодарить вас за творческое интересное участие в передаче. А сейчас нас ждут встречи с героями новых произведений фантастики. Редактор субтитров Корректор Целлиase Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова